Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, сегодня у меня в гостях Евгений Чичваркин, виноторговец из Лондона, так именно он просит себя называть. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, ну это факт. Ну мы знаем, что вы гораздо больше, чем виноторговец из Лондона, как личность. Спасибо большое, ну то все, как это, переменчивые, изменяющиеся составляющие, а это, надеюсь, постоянно. Да, сегодня будем с вами говорить на такие темы. Какой станет проигравшая Россия? Что значит быть русским? Вот изменится ли это понимание того, что у нас сейчас есть, да, то, что придумал Путин и то, что будет после? Россия была и есть великой, и куда денется имперский дух? Об этом во всем мы с вами поговорим, как только ответим на вопросы от наших зрителей. Сейчас немножко изменился формат, у нас три вопроса от украинцев, три вопроса от россиян, чтобы понимать, о чем думают, собственно, и россияне, да. И начнем давайте с россиян. Я всегда начинаю с россиян. Я приветствую, это очень либерально. Смотрите, в России слово либерал это ругательство, сейчас. Я еще хуже, я либертарианец. Для некоторых это что-то между либерал плюс какой-то садамит, наверное. Хорошо, давайте начнем с россиян. Запад устал тратить деньги на Украину, правда или нет? Отчасти, безусловно, правда. Наверное, кто-то подустал, и безусловно, от любого даже самого трагического события люди устают. Так работает человеческая психика. Будут ли они продолжать дальше помогать, платить, и будет это больше или меньше, это вопросы открытые. Может быть, будут и больше через какое-то время. Опять-таки, Путин, к сожалению, своими военными преступлениями вызывает такую волну ненависти и негодования у избирателей, что политики на это идут. НАТО будет бомбить Москву? Наверное, спрашивает кто-то из Москвы или из Подмосковья. Нет, идите на Беранду, все хорошо. Пока нет. Пока нет. А пока может измениться на когда? Этого мы не знаем. Это слишком умозрительное заключение. На данный момент НАТО очень аккуратно пытается все-таки не участвовать в конфликте. Насколько мы знаем, инцидент с хаммерами, которые въехали на территорию России с батальоном, российским добровольческим корпусом, были немедленно отозваны и заменены на другие машины, чтобы не создавать неприятного прецедента. И у Америки была бы возможность дальше с Россией пытаться договориться. Те, кто покинул Россию, они предатели? Нет, это люди, выбравшие свободу. Это люди, для которых свобода ценнее, чем границы на карте и родные березки. Люди, которые хотят оставить свою психику и свободу слова при себе. Поэтому я призываю с момента своего отъезда, особенно после 2014 года, а последние полтора года об этом просто кричу на каждом интервью, уезжайте. А лично вы скучаете в такой стране по березкам? Знаете, я могу и здесь обнять березку и пореветь в борщ под Шахутинского, как только мне захочется это. Прийти в ресторан «Мариванну» и рубануть пожарских котлет или котлет по-киевски, они там рядом. Это был вопрос от меня, просто я хотел уточнить, вот интересно. Давайте тебе три вопроса от украинцев. Прибожин метит в кресло Путина. Как считаете, возможно ли это? Я так не думаю. Я думаю, что с одной стороны Путин ими играет, с другой стороны он хочет, понятно, больше власти и известности. Он очень амбициозный человек. И жалко, что его способность быть эффективным реализовалась в милитаристическом безумном мире. Почему, несмотря на все преступления, россияне до сих пор любят Путина? Культ силы, культ государства, что идея важнее человека, вся власть от Бога и прочее, оно с разной степенью агрессивности вдалбливается с момента Орды, скажем так. Очень многим кажется, что вот как не будет Сталина, и все пропадет, и нас в кольце врагов, и нас сожрут, и внутренние демоны проснутся. Будут одни извращенцы, и все будет принадлежать американцам. Вот такие страхи, они постоянно всегда культивируются, чтобы люди сплачивались вокруг вождя. Это были вопросы от наших зрителей, теперь давайте перейдем к вопросам, которые я озвучил в начале нашего интервью. Какой станет проигравшая Россия? Давайте поговорим о том, что значит быть русским. Что это значило до момента 22 февраля? Вот кем себя люди, которые поддерживали Путина, и вот это вообще вот все движение, они как себя считают? Быть русским или быть путинистом? Вот русским, которые поддерживают Путина, и которому все равно, что происходит, кроме того, что вот у нас есть ракеты. Мы самые сильные, мы самые добрые, самые миролюбивые. Те, кого мы слышим, мы и так о них знаем. Они ненавидят все другие национальности. Ну, при этом, кого Путин назначил врагами, тех больше. А тех, кто союзники вместе воюют, над ними просто подтрунивают, называют там узкоглазыми чурками, жидами и т.д. и т.п. Они не терпят совсем бедных, ну и богатых тоже. А вообще, которые не так одеты, и вообще они не любят, если слишком маленьких они тоже стебут, и слишком высоких. А также те, которые слишком ярко одеваются, те тоже не те. А если ты другой ориентацией, ты вообще абсолютно чистое зло. А если ты по-английски говоришь очки одел, ты точно засланный враг иностранный агент. Ты должен быть одинаковый, средний, немножко помятый, серый роды. И вот это агрессивно послушное большинство, ликующая гопота, как сказал, кстати, бывший секретарь президента, президента еще тогда Медведева. Вот. Ее только и слышно. Других не слышно. Семьдесят пять процентов населения молчит. Ну процентов сколько там? Два или три уехали, которые смогли? Два. Вот. А остальные просто молчат. Вот давайте поговорим об изменениях в головах вот тех, у кого вместо головного мозга маленький Путин сидит и там зигует там себе. Вот что конкретно вот поменялось в их понимании о России после 22-го, ну не 22-го, вот за год войны, когда они поняли, что скорее всего они не вторая армия мира, скорее всего кто там подворовывал, скорее всего потери ужасные. Но мы это конечно не верим, но скорее всего. Они уверены, что они вторая армия мира, потому что они пошли и захватили землю. И даже НАТО, хотя это несколько армий, ничего с этим делать не может. Они уверены, что воюют с НАТО. Не с Наташей, а с НАТО, да? С НАТО, да. И им это по телевизору говорят, и что и у НАТО практически закончились танки, и всю технику, которую они поставили, практически закончились. И вот-вот еще нужно подождать и подножать, и демилитаризация Украины закончится, и цель будет выполнена. Вот это то, о чем им сейчас говорят. Поэтому у них внутри в целом государство и идея, да? Потому что государство — это воплощенная идея. Оно занимает больше места, чем они сами. Поэтому, будет ли там Путин, Гитлер, Муссолини, Пол Потт и все что угодно, они будут деговать ровно на любого похожего на Бармалея. Россия, по-вашему, вот она с 91-го года, она была великой страной? Какой-то свой период или сейчас есть великой страной? С 91-го года, по путинский период, Россия не была великим государством. Но режим действия силовиков, поступки страны, поступки государства, за, понятно, не все. Там есть мрачные исключения. И законотворческая деятельность, законодательная деятельность, они были про свободу. После того, как в 93-м году я тоже был участником событий, расстреляли парламент и не дали вернуться вот этому совку, в какой-то момент времени настолько был приказ ментам, что город принадлежит москвичам. У нас был пикник у Боровицких ворот, куда езжал и Путин сейчас. Просто настоящий пикник с водкой, с катертью. Если бы у нас был мангал, мы бы там шашлыки пожарили. Пришли менты с одной лишь целью сказать, что все за собой берите и все. И вы сейчас можете найти эту фотографию. Эта страна, казалось, что возврата к прошлому нет и страна принадлежит людям. Поэтому государства великим не было, а людям дышалось свободнее. Хорошо. Людям дышалось свободнее. Сейчас, да. А сейчас культивируется культ величия. И вот эти вот ракеты, и куча мигалок. Вот едет этот Путин один по пустой в Москве. Самолетики, танчики. Вот это вот все лязгает и грохочет. А у людей количество свобод сокращается. Вот. Государство стало сильнее. Безусловно. А стала ли сильнее страна, которая еще больше зависит от нефти, газа, и теперь уже от юаней, реалов и рупий? Нет. Произошла мутация. Произошел поворот в азиатское средневековье. Военизированное, мракобесное, несвободное азиатское средневековье. Феодализм. Давайте о новом государстве без имперского духа поговорим. Ну, точнее, об имперском духе. С этой территорией не получится. С этой территорией не получится. Не без шансов. С такой мультинациональностью, девятичасовыми поясами, оно должно... Это может быть... Это может быть... Оно может быть направлено также внутрь себя и на мирное строительство, но оно не может управляться... Наверное, как в Швейцарии, оно не может управляться еще много поколений. Вот. Должны быть построены университеты, в них должны обучиться люди, должно быть новое право, и должно быть... Три поколения новой правоприменительной модели и правоприменение должно быть иным. Три поколения это должны быть уже, чтобы дедушки рассказывали внукам о том, что вот это хорошо, это плохо. Все, что твое, твое навсегда. И государство не может ничего никогда у тебя взять, если оно всегда твое. То, что Петина, Петина, а то, что твое, твое. И между ними просто водораздел железнобетонный. Ты можешь получить Петину, только если ты что-то предложишь в обмен или купишь. И никто не правит тебе пояснять за шмот, входить на твою территорию, увеличивать с бухты-барахты налоги в какие-то разы, даже на сколько-то процентов. И не может тебя никуда заставить уйти, переместиться, переехать и так далее. То есть этот менталитет, он не поменяется за даже два поколения. Россия перестанет шантажировать мир ядерным оружием? На данный момент, безусловно, нет. Потому что это последний аргумент убийцы. Если это последний аргумент, значит, он применит его? Может быть, он помрет до этого. До того, как ему станет совсем страшно. Может быть, и нет. Опять-таки, насколько он поверил в решимость Запада немедленно уничтожить все и вся, весь арсенал, если он его применит, не знаю, насколько он в это верит. Если он в это верит, то не применит. А если думать, что это блеф, и они, как обычно, выразят озабоченность, то может и применить, раз ему вообще все практически сходит с рук. Гэс сошла с рук. Что? Гэс сошла с рук. И Буча сошла с рук. Вот в чем ужас. И они с ним продолжают дальше общаться. У России есть возможность измениться? Да. Что на самом деле нужно сделать россиянам, чтобы со страной, чтобы стать великим государством? Пройти через бедность еще раз. Мало проходили? Слишком тучные были годы. Слишком выливается дом перегион из патриарших прудов через край. Как мне сказали, даже в Бийске есть велодорожки. Слишком большие цветные телевизоры, микроволновки. В какой-то момент одновременно появились микроволновки, стиральные машины. И посудомоечность далеко не у всех, но стиральная машина и микроволновка высвободила очень много энергии людям. Это просто пришло с 92-го по 97-й в каждую вторую семью, благодаря тому, что Савобус сдох и упал. И 30 лет с различными ответвлениями, кренами, но страна стремительно зарабатывала и богатела. Вот что мешало, зачем нужно было вставать на путь уничтожения милитаристки, это вот, если бы не эта личность была бы, а, грубо говоря, условный шейх Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум со всеми его сложностями. А, кстати, вместо Путина с 2000 по 2008 год именно он у меня висел, он висел в кабинете вместо Путина в нашей основной комнате, где у всех сейчас висит Путин. Вот, шейх Мухаммед был. Как, наверное, правильный вектор в несвободной стране без выборов, как, что там, правитель может быть мудрым и думающим о завтрашнем и послезавтрашнем дне своей страны. Вот. Но Путин мыслит только в категории своей жизни, потому что университетов не строится. Вот. В этом самая большая, наверное, самая большая проблема в этом. Поздний совок, в позднем совке все-таки был культ образования, потому что ты, да и в 60-х очень важно было. Институт, институт, институт. Ты должен учиться, учиться, учиться. Институт. И то, что, наверное, одно из самых, наверное, можно сказать, приличных последствий совка, это все-таки какой-то культ образования и чтения был. Сейчас даже это идет в сторону именно мракобесия, и быть тупым, это весело. Вот. И в этом весь кошмар. А что нужно сделать россиянам? Да-да. Восстановление будет очень долгим, очень болезненным, с большим количеством расслоений ПТСР, банды, не знаю, восстание, сепаратизм, попытки отделения каких-то республик. То есть впереди, наверное, очень тяжелый, турбулентный период, который будет внутри страны после смерти Путина. А что нужно делать россиянам самим с собой, чтобы действительно быть гордиться с тем, что вот он русский или россиянин, так правильно? Всять билет из Внукова до Истамбула, а Истамбула в страну, которая по карману, продав свою квартиру, вот, и там в свободном, спокойном месте работать, и учиться, и восполнять пробелы, которые были получены в твоем образовании, и учить детей. Вот прямо сейчас сзади у нас урок математики. Вот, дополнительный. И вот, наверное, так, потому что, еще раз, Сталин вымаривал людей с достоинством, да, Мао вымаривал людей с образованием, так или иначе, какая-то стадия подобная, она, безусловно, будет, когда вот они говорят айтишники, вернитесь, вернитесь, у них же потом паспорта выберут, скорее всего. Это точно? Ну, либо вот этот чип, который у них будет, пересчитают, и просто у них, он не будет работать на выезде. Может быть, даже не заберут, просто им можно будет такого потерять. Я предлагаю еще такую небольшую качественную трудотерапию. Можно по Истамбула залететь в Польшу, оттуда въехать в Украину и попробовать отремонтировать мою квартиру в Бучу, которая была ограблена и понивочена, якцет по-русски. Разрушена, разграблена? Ну, она не разрушена, она вандализм. Отличный. Отличный. Или паспорт. Отличный. Вот, отличный вопрос. Отличный вопрос. Для этого Польша должна с русским паспортом пустить. Вот. И не судить о людях по их поступкам, а не по наличию паспорта. Хорошо, это после войны. А после войны это случится? Вот, 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 вот вы задали вопрос, я вам отвечаю. Для этого должна Польша пустить. И страны Балтии могли бы тоже пустить. Они просто в каждом русском видят сейчас военного преступника. Да, а военные преступники, они все, их Путин, уже все, кто хотел быть военными преступниками, Путин их собрал уже. Уезжают те, которые ровно наоборот, которым до тошноты это все, которым очень не свободно и которые себя чувствуют нормально в западном мире, в западной цивилизации, в западной системе ценностей. Таких людей это, ну, российские, я не знаю, сколько, наверное, скажем так, золотых три миллиона. Вот, половина уехала, половина, а для половины еще не наступила та градация, с которой нужно уезжать, потому что они заняли место уехавших коллег, потому что айти даже херовому специалисту платят огромные деньги, потому что этих людей, интеллектуальных, скажем так, молодых профессий, людей, которые могут это делать, начало не хватать. И зажмурившись, они зарабатывают. Вот, со следующей какой-то итерации, со следующего круга кошмара поедут часть их. Какая-то часть, понятно, никуда не поедет. Вот, но они были бы, наверное, было бы классно, если бы, хорошо, если бы в начале войны Запад сказал, 300 тысяч айтишников, мы берем временное право на жизнь, никаких ни денег, ничего не нужно. Протягивать руку нужно украинским беженцам, и им нужно давать жилье. Здесь просто нужно было не мешать. Просто не мешать оттуда уехать, дать временную, временную, короткую рабочую визу, разрешить открыть счет. А эта страна не могла бы воевать, но их всех загнали назад. В этом весь кошмар. Они и еще плюс Путин похихикывает, сказал, я же говорил, вас просто не любят за то, что вы русские. И это, я понимаю, это очень сложно, но я не понимаю, что я чудовищно расстреливаю себе рейтинг, но я не могу, я так чувствую, я искренне очень хочу падение режима, и я считаю, что это была большая ошибка. Санкции против паспортов. Санкции должны быть исключительно по делам каждого человека. Цифровой след проследить при нынешних технологиях, это просто несколько секунд специальная база QIC и все. Есть намерение и желание компенсировать ущерб. Понятно, мы не можем компенсировать жизни людей, они не поддаются компенсации, но компенсировать ущерб у России есть деньги, будут деньги, потому что на 75 триллионов закопанных, закопанных нашими предками земель, там закопано на 75 триллионов ископаемых. Даже после развала Советского Союза осталось, вот столько осталось. И поэтому компенсировать они могут, Россия может компенсировать те военные разрушения, которые сделали, и это необходимо сделать для дальнейшего, для правильного перезапуска отношений. Во всяком случае, во всяком случае, понятно, что никто с цветами на шею бросаться не будет, но во всяком случае это облегчит или облегчит разговор по снятию санкций, которые экономики, неполезные, которые именно ту идею, которая была до Ельцина, которая очень сильно культивировалась при Ельцине, при раннем Путине, это глубокая интеграция с Западом. А россияне не побоятся, что вот Запад сейчас все скупит, у нас тут тоже такая тема ходила, что вот все, миллиардеры купят украинскую землю, ну, эти политики, знаете. Пусть купят, просто должна быть понятная налоговая формула, он купил право там, например, добывать, не знаю, азбест или в Украине есть и газ, и нефть, кстати, купил право, купил лицензию, должна быть налоговая формула, понятная, четкая, по которой эта западная компания в казну отгружает налоги, потому что они все равно круче и эффективнее, у них можно учиться, а сделать круче, чем они, на данный момент не могут, побоюсь, ни одна из стран бывшего Советского Союза не сможет сделать это лучше, чем там французы, американцы или даже в самых нефтеносных регионах все технологии, они все равно на контроле у западных стран. Давайте ответим на второй блиц от наших зрителей, здесь нужно продолжить фразу, которую предлагает зритель, и вот первая фраза такая, Путин перестанет стрелять ракетами по мирному населению Украины, когда сдохнет, чего мы желаем, российские военные стреляют друг друга, потому что выпили, жители России поймут, что они не стадо при условии, если увидят, что Чабан голый, пожелаем тогда, чтобы в России не было молчания ягнят. Евгений, большое вам спасибо за сегодняшнее интервью, очень интересная аналитика, хорошего вам дня и ждем победы Украины. Спасибо за субтитры Алексею Продолжение следует...